Хэппи мята, Лахив ФМ, хэппи мята, МЧБ Зива Весел. Алименщик на Кубани прятался от приставов в капусте. Административный арест для неисполнения обязанностей по содержанию ребенка назначен жителю Кубани, Краснодарского края, задолжавшему около 50 тысяч, если переводить в наши деньги, 50 тысяч леев. Когда кубанцу нагрянули судебные приставы, он решил спрятаться от них в капусте. Судебный пристав явился к приятелю алименщика, распивавшему вместе с ним алкоголь. Увидев людей в погонах, должник попытался спрятаться среди капустной грядки на огороде. Так, ну, во-первых, мы против алкоголя, во-вторых, против того, чтобы не платить алименты. Да, но... Лучше платить, да. Еще и в капусте. Да, еще и в капусте. Ну, это, естественно, сразу напрашивается вывод, что единственная семья, где в капусте нашли не ребенка, а отца. Ну, а в целом, можно только представить, какого уровня паника и отчаяния было у этого мужика, что он такой, так, где вы спрятаться? За помидором? Нет, меня будет видно. За огурцом тоже не помещаюсь. Капуста, самое то, отлично. Это уже за капусте еще такое у него в огороде. Да, что он спрятался. И в итоге нашли. Да, то есть он действительно, он садился за разными овощами, знаешь, как листочком просто закрывал себе лицо. Нет, они заметили. Нет, еще детский такой лайфхак, типа, если я закрою глаза, меня не видно. Я не вижу, значит, меня не видно. Ладошками закроют или вообще ладони над головой, типа, я в домике. Это синдром страуса называется, когда прячешь голову, ну, то есть прячешься от проблем. Да, но еще странное место, чтобы спрятаться, когда пришли приставы, ведь приставы же как раз пришли за капустой. Ну, так вот, в поисках капусты он прятался в капусте. И всё равно, что это очень сложно. Да, да, это очень сложно. А ты, Сережа, отойди подальше от меня. Дистанция стучала. Чтобы не платить элементы.